Не успел Иван Беговский прийти к власти и стать Гетманом, как начинаются внутриполитические коллизии. Начинаются бунты, которые охватывают полтавские и миргородские полки, наиболее близко расположенные к Запорожью, которые становятся центром инакомыслия и, я бы сказала, стремления безудержной воли, без всякого признания любой идеи державности, государственности и любой идеи порядка и подчинения власти. И вот эти бунты направлены на то, чтобы выдвинуть, выпихнуть в Гетмана других претендентов, например, полтавского полковника Мартина Пушкаря или других. Это создаёт очень опасную ситуацию внутри Гетмачи.